Добрый день, уважаемые телезрители! Наверное, священникам очень благодатно видеть на празднике большое количество народа в храмах. А что сейчас происходит в обычные субботы, в воскресенье? Достаточно ли, как вы считаете, народу приходят в храмы? Возвращаются ли сейчас люди к вере? Есть ли у них в этом потребность? Потребность эта есть и она будет всегда. Но сейчас, я бы сказал, происходит вот какой процесс. Сейчас постепенно восстанавливается то количество прихожан, которое было в допандемийные времена. Во время пандемии, конечно, очень многие люди или перестали ходить в церковь, или стали ходить реже. Но и достаточно много людей, особенно наших прихожан, поскольку среди прихожан достаточно высоко количество людей среднего и старшего возраста, многие скончались в пандемию, она нанесла большой урон церковной жизни во всем мире и в нашей стране тоже. Сейчас, я бы сказал так, происходит восстановление того количества народа, который был когда-то. Поэтому в храмах наших воскресные, праздничные дни становится также много, много, достаточно людей. Я не скажу, что храмы ломятся и там яблоку некуда упасть, пока еще мы не вышли на этот уровень. Но все равно людей много, много новых людей приходит. И, конечно, особо это заметно по праздничным дням, я думаю, и Рождество, и Крещение, и другие праздники будет в храмах много народа. Ну и на буднях ходят люди в церковь. И даже вот в тех храмах, в которых совершается ежедневное богослужение, это, как правило, городские храмы, всегда, каждый день какое-то количество людей есть в церкви. А вы узнаете лица прихожан или появляются новые? Вы знаете, у меня несколько специфическая такая вот особенность есть. Я не священник одного прихода, одного храма. Я очень часто служу в разных храмах города и области. Вот, если посмотреть расписание архиерейских богослужений на сайте епархии, можно в этом убедиться. Но там, где я служу достаточно регулярно, скажем, в соборе сейчас, я служу практически каждый день весь Рождественский пост. Да, там я уже людей знаю. Даже иногда могу сказать, служа в каком-то городском храме, что, ага, вот эти вот из собора пришли, а вот эти вот из Вознесенского, а эти вот из Благовещенского, да? То есть, конечно, уже как-то узнаешь людей, знаешь их, с кем-то общаешься, может быть, хотя бы, ну, хотя бы даже поверхностно. Вот это, безусловно, есть. Я спросил об этом, потому что полагаю, что сейчас новые люди появляются в храмах, поскольку люди тянутся к вере, когда становится худо, когда приходит беда, и вот волна мобилизации, она дала всплеск того, что прихожан стало больше. Ну, во-первых, я хотел бы сразу сказать, что новые люди приходят всегда. Вот сколько я живу в церкви, сколько я служу в церкви, всегда во всех обстоятельствах приходят новые люди. Потому что приход человека к Богу до некоторой степени может зависеть от внешних обстоятельств, да? Но чаще всего он обусловлен внутренними причинами. А в жизни каждого человека самых разных ситуаций жизненных, которые подталкивают его к Богу, очень много. Это не обязательно какие-то скорби, болезни, горе. Иногда просто это некий результат жизненного опыта. Вот человек живет, и в какой-то момент понимает, что есть Бог. А еще через какое-то время понимает, что с ним надо установить какие-то взаимоотношения с Богом. И тогда приходит в храм. Поэтому этот процесс, он никогда не останавливается. Нельзя сказать, что вот пришли люди в церковь, и вот некое такое стабильное количество народу в нее ходит. А потом вдруг что-то произошло, объявлено мобилизацией, и масса народа хлынула в храм. Конечно же, вот эти события, которые мы все переживаем в истекшем году, они, конечно же, отложили свой отпечаток, и достаточно много людей, ну, как новых, тех, которые не ходили в храм регулярно, стали чаще появляться в церкви. Это родственники, это близкие, это жены, это дети, это родители, тех людей, которые сейчас воюют. Конечно же, все мы молимся о наших близких, о наших воинах, которые сейчас находятся в такой ситуации. И мы молимся, вся церковь молится, и особо молятся те, их близкие люди. А особая молитва у священников какая-то появилась в эти дни? Да, конечно, мы каждый день на каждой божественной литургии читаем специальную молитву о, в том числе, о наших воинах, о тех, кто находится сейчас на передовой. Скажите, пожалуйста, а как церковь помогала формировать гуманитарный груз для беженцев, для переселенцев, ну, и сейчас для наших военнослужащих, которые находятся в зоне СВА, участвовали в этом? Мы участвуем в этом с первых дней. По благословению Святейшего Патриарха, мы участвуем всеми возможными способами. Прежде всего, собираем средства и гуманитарную помощь. Вот за последние несколько месяцев епархия симбирская отправила более 25 тонн разных гуманитарных грузов туда, где они требуются. Это, как правило, продукты, это забота о наших переселенцах вынужденных, это забота о беженцах. Мы постоянно занимались с ними, окормляли и кормили во всех смыслах этого слова тех, кто находился в пунктах временного размещения. Все время, пока они были, да и сегодня еще какие-то люди остались на нашем попечении. Даже те, кто решил постоянное жительство остаться здесь, в нашей области. И это, конечно же, работа с военнослужащими. Она всегда ведется и у нас достаточно активно ведется в нашей епархии. Ну, а объявление мобилизации – это особое попечение мобилизованных. Мы беседуем с ними, общаемся с ними и провожаем их к месту дислокации. Очень многие в этот момент вспоминают о Боге. Вот как-то я помню, в сентябре месяце первая большая группа попросили, чтобы пришел священник, и там попросили причаститься около 700 человек. Сразу. Это много. Это много. Это много. Тем более, понимаешь, что это мужчины, которые не так часто, может быть, ходят в церковь. Вот почему, когда я вам сказал, что не совсем новые люди, ведь у нас очень многие наши православные христиане, они как бы православные так вот… – Глубоко в себе. – Глубоко в себе, да, действительно. Хорошее выражение. Они вроде бы и веруют в Бога. Если их спросит, кто они, они скажут, мы православные. И, может быть, иногда и в церковь зайдут какой-то праздник или по какому-то поводу, там, кого-то покрестить, кого-то отпеть. Но на этом их взаимоотношения с Богом и заканчиваются. Они такие у них на расстоянии. – Привез жену в церковь на машине. – А тут вдруг, да. А тут вдруг, видите, тут вот такая в действии русская народная поговорка, старая еще поговорка – гром не грянет, мужик не перекрестится. А вот теперь вот как бы эта поговорка вот срабатывает. И достаточно часто вот мы общаемся с нашими вот мобилизованными, которые здесь у нас есть, и раздаем им и молитвословы, и крестики, и еще какие-то необходимые им вот такие вещи. И я думаю, что самое главное, я надеюсь на то, что связь с церковью, вот установленная в этой ситуации, она не исчезнет, не пропадет и сохранится. И вот, собственно говоря, это то, чем сегодня наполнена наша жизнь, жизнь эпархии. – Возвращаясь вот к теме наполняемости храмов, наверное, важно их количество. Сколько сейчас приходов на территорию Ульяновской области и строится ли новое, подводя итоги ушедшего 2022 года? Что мы можем сказать об этом плане? – Ну, храмы есть, их гораздо больше, чем в советское время, но, на мой взгляд, недостаточно. На самом деле, сложная ситуация в городе, в городе храмов мало, и далеко не все из них действуют регулярно, к сожалению. А вот, ну, по цифрам, ну, что я могу сказать? Ну, несколько таких вот цифр. До революции в Ульяновской губернии было около 800 храмов. – Так много, 800. – Да. К началу Великой Отечественной войны оставался один полузакрытый храм Воскресения Христова на Воскресенском кладбище. Его собирались закрыть в сентябре 1941 года, он был, так сказать, по плану к закрытию, но не успели. Война началась. Потом приехала в эвакуацию Московской патриархии во главе с митрополитом Сергием, то его оставили, даже еще один отдали, вот, один отдали обновленцам. Ну, и потом, когда началось вот такое очень робкое восстановление церковной жизни, иногда в литературе называется «Сталинское возрождение церкви». Это, конечно, так очень громко названо. Но вот это возрождение отразилось у нас на Ульяновской области тем, что к его окончанию у нас было аж 8 храмов. Не 800, а 8. – К окончанию правления Сталином и Викторовичем? – Да, потому что потом пришел Никита Сергеевич, начал показывать по телевизору последнего попа и закрывать храмы опять. Пытаться закрывать, вот, и до пересроки вот у нас было 8 приходов, да. Сегодня их около 200 по всей области. Но надо сказать, что здесь такая вот, это, с одной стороны, статистика, а с другой стороны, реальность в том, что, например, в нашей епархии, у нас где-то около 120 храмов, 124 храма, вот. Из них 57 не имеют настоятелей. – Ах, вот почему действуют непостоянно, вот что вы имеете в виду. – Да, не имеют настоятеля, да. Есть батюшки, которые настоятельствуют в двух, а то и в трех храмах. Недавно было таких, которые в четырех-пяти даже настоятельствовали, да. Ну, это, конечно, формальность, так невозможно, реально это невозможно просто сделать. Можно только приехать там раз какой-то срок и послужить там что-то. Вот, поэтому храмов мало и еще меньше духовенства. – А есть какая-то формула, которую можно рассчитать, вы говорите, мало? – Вы знаете, ну вот, скажем, эта цифра такая, она как-то путем, вот, опытным путем установлена. О ней говорил святейший патриарх, в общем-то, даже и как-то в государственных инстанциях к этой цифре согласны. Один храм на 10 тысяч человек. – 10 тысяч человек. – Вот у нас сколько в Ульяновске население? – 600 тысяч. – 620, по-моему, тысяч человек, вот, ну, какое-то количество у нас мусульманий и, так сказать, неверующих. Ну, допустим, если мы возьмем, да, 500 тысяч или около того, ну, нам надо 50 храмов в городе, чтобы соответствовать этой цифре. Реально у нас сейчас действует 22 храма. – Да, да. – Это не много. – Получается, что большая часть в сельской местности расположена, если всего 120. – Да, 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 да. В сельской местности, и из них подавляющее большинство имеет одного настоятельно 2-3 храма. – Ну, представляю тогда, какое значение для вас имеется, имеет, когда появляется новый храм, когда строятся новые храмы, и у нас такие факторы ульяновские есть. – Ну, давайте только, давайте сказать, не для меня. – Я имею в виду, да, для Микрополия, для Епархии. – Да, для жизни церкви, для Епархии, да. – Конечно, конечно. – Еще большее значение, когда у нас появляются новые батюшки. Вот, и хотелось бы, чтобы они были хорошие, умные, ответственные, добрые, вот, со всеми теми добрыми качествами, которыми должен обладать священник. – Я вернусь к строительству храмов, потому что все-таки мне хочется услышать вашу оценку храму Александра Невского, который сейчас за свежей строится. – Это образец того, как должен будет выглядеть храм? – Ну, это уже не мне судить, образец это или нет. Ну, мне кажется, что это хороший пример, очень такой, со всех сторон, и с точки зрения архитектуры, хоть этот проект уже готовый, он был, я к нему не имею отношения, поскольку это проект нашего архитектора Капитонова. – Вот, чуть-чуть мы его так подкорректировали, вот, но мне кажется, что он достаточно удачный. – По красоте и функционалу вы имеете в виду? – Да, 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 и достаточно удачный, вот, и мне кажется, очень удачно, пока, вот, боишься, так сказать, да, чтобы что-то не, если не произошло, пока вот он строится очень хорошими темпами, мы за год практически построили, выполнили все общестроительные работы, кирпичная коробка, кровля, купола, колокола, котельная, все готово, все построено. – Все идет по плану? – Да, все по плану идет. – И это тоже как раз пример того, как строится храм и мирянами, и меценатами жертвователями? – Да, 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 здесь достаточно много людей, во-первых, это просто прихожане, которые собирают деньги на этот храм достаточно давно, вот, это, они действуют очень активно, и, надо сказать, что вполне успешно. Другое дело, что любые собранные людьми деньги, они, конечно, капля в море, потому что строительство такого сооружения – это дорогостоящая вещь, вот. Основные, конечно, средства – это благотворители, это меценаты, это состоятельные люди, которые, многие из которых живут уже в Москве, или в Питере, или в Самаре, но имеют отношение к нашей области и хотят, вот, чтобы здесь был в городе этот храм. – Этот год для симбирского ульяновского духовенства был особенным, поскольку мы отмечали 190 лет со дня основания симбирской епархии и десятилетия симбирской митрополии. – Какие мероприятия проводятся, проводились в связи с этим, с этими знаковыми датами, и какая генеральная идея была заложена в череду этих мероприятий? – Ну, все юбилейные мероприятия имеют какой-либо смысл только в том случае, если они помогают актуализировать, так сказать, повестку дня нашу, сегодняшнюю. – И мы также пытались это сделать в этом году. Ну, во-первых, по благословению Святейшего Патриарха был выпущен нагрудный знак, нечто вроде медали, в памяти десятилетия симбирской митрополии. Все-таки это событие, когда на территории одной области теперь у нас есть три епархии самостоятельные. Вот, это во многом, ну, как бы подтянуло и стимулировало развитие церковной жизни. – Кроме того, мы провели такую научно-практическую конференцию, посвященную дате 190-летию со дня образования симбирской епархии. Вот, почтили память первого архиерея Антония Максимовича, который был похоронен в свое время в Сызрани, а потом перезахоронен у нас на Воскресенском кладбище. Вот, ну, и таких вот несколько событий наших мы совершили молебен у поклонного креста на месте разрушенного Троицкого собора. Вот, в этом году тоже в рамках празднования, так получилось, было принесено, принесены были мощи преподобного Сергия Радонежского и такой крестный ход по городу с этими мощами. – Да, я отмечу, это прям очень масштабное было событие, которое не могло просто не остаться незамеченным. Очень красиво и торжественно все это прошло. – Господь благословил преподобный Сергий, там постарался, люди пришли, и было действительно очень и торжественно, и благодатно. Я очень тоже доволен этим, поскольку сам воспитанник преподобного Сергия для меня очень близок этот святой, и я был очень рад, что его пребыванию здесь, в нашем городе, у нас, интересно, вот за два дня пребывания в собор, в соборе прошло 14 тысяч человек, это для нас это большие цифры, вот, поэтому… – Это как раз подтверждение тех слов ваших о том, что внутри где-то есть вера. – Есть, 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 конечно. Выпущено несколько книг по этому поводу, в том числе книга о нашем Вознесенском соборе, книга о таком протере Алексея Скала был у нас. – Да, известный человек, Владимир Яковский. – Да, я думаю, вы должны его помнить наверняка, он такой, да, такой был и яркий такой, да, матерый человечище. – Я помню, с чего началось строительство объявлений в газете, собирали деньги на то, чтобы забить сваи под основание. – Да, да, да. Ну вот, да, действительно, все достаточно сложно, и с одной стороны пройден очень такой значительный путь, и многое-многое сделано, вот. Ну, слава Богу, мы благодарим Бога за тех, за то, что Он давал нам, за тех людей, которые здесь трудились. Ну, вот, вы сказали о некой сверхидее. Наверное, идея, она, может, не сверх, но просто одна идея, она заключается в том, что мы просим Бога, чтобы Он и нам дал что-то сделать такое, что осталось бы после нас и принесло бы добрые плоды на Сибирской земле. – Мы уже с вами говорили о том, что вы воспитываете священников, которые, надеемся, в скором времени появятся в храмах Ульяновской области. А что можно сказать о развитии воскресных школ? Много ли детей сегодня их посещают? – Опять же, воскресные школы здесь, как и по всей русской церкви, были разницы достаточно широко, их было много, по крайней мере, в большинстве городских храмов они были. Ну, в деревенских не всегда они есть по уже обозначенным мною причинам, ну, и вторая причина, потому что там детей не так уж много по деревням, да, вот, не всегда можно набрать даже воскресную школу. – А там, где позволяет численность населения, есть? – Там, где позволяет численность, есть, да. Но все наши воскресные школы рассыпались на время, по время пандемии, как сами понимаете, все занятия, занятий никаких не было, два с лишним года практически воскресные школы, ну, они как-то теплились, но это по-другому не назовешь. А сейчас, да, сейчас восстанавливаются, сейчас практически везде они восстановлены, и дети есть, и много детей, вот, я думаю, что мы, нам удастся их как-то, ну, более, что ли, сделать профессиональными, вот, изменить в лучшую сторону и в большую сторону преподаваемые там предметы, подобрать новых педагогов, вот, я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на какие-то новые рубежи, вот, в этом вот преподавании воскресной школы. – Хотелось бы лично задать вопрос, как вы пришли к Вере? Когда случилось это? – Ну, дело в том, что, когда я приходил к Вере, воскресных школ не было. – Советские годы дали? – Конечно, Советский Союз, какие там воскресные школы? – Наоборот, классная руководительница, которая узнала, что я хожу в церковь, устроила мне выволочку, она сказала, «Корчагин, ты хочешь мне, это самое, чтобы мне выговор влепили, да?» – Да еще с такой фамилией. – Да, 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 с такой фамилией, конечно, да. «Ты хочешь, чтобы мне выговор влепили, да? Зачем ты, что ты меня подводишь, как тебе не стыдно?» Вот это все, так сказать, такое, и все было вот подобно. – То есть, вопреки, а не благодаря? – В моем поколении все вопреки пришли к Богу, да. Все пришли вопреки, не благодаря. Ну, наверное, были верующие семьи, выросшие в верующих семьях, но и они далеко не всегда приходили в церковь, так вот, по-настоящему. Вот это очень сложно. Это, видите, сколько людей, столько и путей, и человека к Богу. Они, каждый этот путь очень индивидуален и неповторим, поэтому трудно руководствоваться чьими-то примерами. Знаете, вот когда Господь сам зовет человека, это трудно с чем-то спутать, и это неповторимо. – Ну вот, это-то и удивительно, что в советские годы, когда у тебя и нет примера перед глазами такого явного, и книги почитать на эту тему даже трудно. Не было ведь даже интернет. – Я прочитал все полки с атеистической литературы в школьной библиотеке. – С атеистической, делая обратные выводы. – Да, и все мои друзья, то же самое, мы все воспитывались на атеистической литературе советской, которая была, поэтому нам так, у нас такое противоядие хорошее против сегодняшних всяких антицерковных, так сказать, авторов, ну, потому что ничего нового мы услышать невозможно, да, все это уже было. – То есть Корчагин в 14 или 16 лет решил, что он станет священником? – Нет, попозже, попозже, нет, попозже. Где-то в 20-21 год, да, около того, да. Но в 14-16 я ходил в храм, да. У меня была бабушка, верующая, церковная, вот. Она меня и других своих внуков, она нас водила в церковь, причащала, пока мы были поменьше, вот. Мы такое поколение, воспитанное бабушками, настоящими бабушками, которые были тогда. – О детях, бабушках, их родителях, может быть, я ошибаюсь, но Рождество – это тот праздник, когда, ну, хочется видеть детскую радость в глазах, да? – Да, это семейный праздник, это праздник, до некоторой степени детский, вы правы. Вот, ну, и, наверное, надо сделать все, чтобы эта радость у детей была. – Какие пожелания будут на этот счет нашим телезрителям? – Пожелания, главное, это мир, которого так не хватает нам, и внутри, и вовне. Главное пожелание – мир, вот, несмотря ни на какие обстоятельства, это счастье, вот, и, наверное, главное – это семейное счастье, радость в детях, вот, ну, и чтобы дети радовали родителей. – Человек, который живет внимательной жизнью, прежде всего, к самому себе, к своему сердцу, он вообще видит хорошо нужды людей, окружающих его, и нужно постараться, вот, как-то в этих нуждах поучаствовать, помочь, поддержать, вот, и так надо проводить не только рождественскую неделю, так надо жить всегда. – Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в нашей программе принимал участие митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Спасибо за внимание. С Рождеством! Градий Петрович, вот что мне с тобой делать, а? Ты живешь один, вот и злишься на весь мир. Сергей Гармаш. Ты что такое? Федор Добронрамов. Хвост маленький, когти средние, а уши огромные. Вот это не надо. Елена Яковлева. Что это такое? Белорусская ушастая овчарка. Он не продается. Эта женщина весь наш дендрарий может закрыть вот так. Меняю вашего ушастого щенка на вашу спокойную жизнь. Клоуны. Да пошла она в счету. Экзотический экземпляр. Может он этот? Денький? Тебе нет, ты шаг поставил. И мод. Чебурашка. Экзотический экземпляр. 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 Привет, Андрей. Вечернее шоу Андрея Малахова. Каждую субботу в 18.00 на канале Россия. Чтобы наступил цитрусовый сезон, ну все, нужен тот, кто создаст цитрусовое настроение. Что такое? Песни от всей души. Вечернее шоу Андрея Малахова. В воскресенье в 18.00 на канале Россия. А это кто у нас тут такое? Иди, своих ищи. Ну уж собака. Белорусская ушастая овчарка. Ты что такое? А? Чебурашка. Привет, Андрей. Вечернее шоу Андрея Малахова. Каждую субботу в 18.00 на канале Россия. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Вечернее шоу Андрея Малахова.